Настоятель Михаила Архангельской церкви, отец Дионисий, проделал колоссальную работу. По крупицам восстановил историю храма. Ему удалось добыть уникальные документы. Один из них датируется 1570 годом. Из него удалось узнать, в то время здесь располагалось село Вертлинское. Его земли и жители относились к Кирилло-Белозерскому Успенскому монастырю. Но самый главный вывод, который можно сделать, раз это было село, значит здесь была и церковь. Определить ее точное расположение помогает следующий документ. Карта Вертлинского села 1770 года с гербовой печатью Екатерины II. Судя по документу, деревянная церковь располагалась в 16 саженях от этого места. Она горела, перестраивалась и со временем обветшала. Поэтому в 1825 году жители села Вертлинского приняли решение построить новую церковь, каменную, на собственные средства. Строительство продолжалось в 15 лет. Также удалось установить, как выглядела построенная на народные средства каменная церковь. Об этом свидетельствует охранный документ 1834 года. Кстати, именно на эти эскизы ориентировались реставраторы, когда восстанавливали церковь. Михаила Архангельская церковь была простой кубической формы, но что поражает, так это вид колокольни. Приглядитесь! Очень похоже на легендарный адмиралтейский шпиль. В таком виде церковь простояла вплоть до 1939 года. Затем ее закрыли. Здание передали комитету по народному образованию, устроив в нем школу. В архиве отца Дионисия сохранилась фотография тех времен. Ее принесли в храм местные жители. На ней видно, что колокольни уже нет, а вместо купола покатая крыша. Последним настоятелем церкви был отец Иоанн Чеснов. Еще до закрытия церкви его обвинили в антисоветской агитации. До ареста он успел передать одной из прихожанок свой требник. Теперь он хранится в церкви. Вот на колокольнице он в арест, он отдал ей требник, сказал, что потерпи, времена еще все изменятся. Вот он прошел ссылки, лагеря, потом отправлен был в город Алма-Ату, где служил какой-то период времени. Снова был арестован тройкой и уже осужден и расстрелян. И, скажем так, тело находится в братской могиле. В 60-х годах школу перенесли в другое место. Со временем здание обветшало, после пожара обрушились своды. Церковь постепенно зарастала деревьями и мусором. Из руин храм начали восстанавливать в 2005 году. Тогда же были сделаны две интересные находки. Одна из них – граната времен Великой Отечественной войны. Ее нашли в воздуховоде, а вторая – уникальная фреска. Нужно учитывать, что первая здесь была школа, и в то время не было наших обелок. Там просто все красили масляной краской, закрашивали каждый год. И где-то, знаете, порядка двух-трех миллиметров у нас такая была стой краски, когда мы отшелушивали его. Но и святая фреска сохранилась. Мы решили так, что мы не будем ее убирать. Это, как знаете, окно из старого храма. После того, как Михаил и Архангельскую церковь восстановили, вернулась и главная святыня – икона Казанской Божьей Матери. Ее принесла в храм одна местная жительница. После закрытия храма она хранила икону у себя дома. Как и два столетия назад, каменную церковь строили на народные средства. Но до сих пор продолжается благоустройство прилегающей территории. Несколько лет назад здесь появилась детская площадка. В планах отца Дионисия построить церковно-приходскую школу, спортивный зал и восстановить ограду – копию 30-х годов 19-го столетия. Татьяна Баур, Владимир Киселев, Солнышногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова